Добрый день дорогие радиослушатели, вы находитесь на волнах радио что вижу то и говорю. И тема нашей с вами беседы на сегодняшний день будет посвящена теории плоской земли и ее ярым приверженцам. В последние годы в социальных сетях катастрофически быстро набирает обороты теории о плоской земле, причем это уже стало настолько очевидно, что многие люди прямо-таки безоговорочно верят в те постулаты теории, что выбрасывают для них в интернете разного рода ученые и якобы эксперты с мировыми титулами или именами. Особенно ярко выражена позиция молодежи в социальных сетях, не привыкшей думать своей головой и делать какие-либо разумные выводы. Им намного легче и проще просто поверить в сказанное кем-то, чем подвергнуть эти слова здравому скептицизму и анализу. Просто так верить в такую теорию очень похоже на беспрекословную веру в божественное начало. Никто не видел Бога, но все в Него верят, даже среди мира ученых достаточно много людей, уверенных в божественном начале и происхождении мира. Так что мы можем требовать от простых людей, если наука катится в тар-тарары? Все новые теории преследуют лишь одну цель – наполнить карманы создателей теории финансами, чтобы те могли безбедно жить. Однако же существует и другое, кардинально противоположное мнение от изначально высказанного – чем глупее и необразованнее будет людская масса, тем проще будет ей управлять. Опыт развития нашей с вами цивилизации лишь подтверждает последнее. И в данном случае касательно теории о плоской Земле простой обыватель всюду находит подтверждение, указывающее на несостоятельность и некомпетентность всех этих ученых-профессоров, «академиков» и «ежесними» в кавычках. Более того, сам факт, что эти ученые твердят о плоской Земле и цивилизации рептилоидов наталкивает на печальный вывод – чем больше мы получаем доступа к заведомо ложной информации, тем меньше нам хочется искать источник этой информации и еще меньше нам хочется ее опровергнуть. А зачем опровергать, когда нам пишут, что все уже давно доказано и очевидно, но на практике никто этого не видит только потому, что теневое правительство Земли не хочет, чтобы людская масса знала правду. И именно по этой одной причине уже надо бы бить тревогу и подвергнуть жесткой цензуре все материалы, направленные на дезориентацию человека и его умственных способностей. Но никто из власть имущих не делает этого потому, что им выгодно иметь в своих руках средства управления населением, которому дай только повод и оно само сунет голову в петлю и повеситься с блаженной улыбкой на лице, полностью доверив себя и свою судьбу добрым дяденькам и тетенькам, сидящим в правительстве и в разного рода сомнительных научно-исследовательских институтах и академиях. С вами была Милена Джексон. Радио «Что вижу, то и говорю». До новых встреч в эфире нашего радио.